Привет всем и в этом видео я бы хотел рассказать вам о таком замечательном редакторе как Atom. Atom это новый редактор, который был разработан такими компаниями как Linux и GitHub. По сути это очень удобный редактор, в котором вы сами можете строить, добавлять в него новые плагины и тем самым его подстраивать конкретно под себя. Это невероятно удобно. Давайте его для начала попробуем скачать, потом же я расскажу вам, что это такое и как с ним работать. Для того, чтобы его скачать, вам в Google надо написать Atom, перейти по первой ссылке. Ссылка, кстати, будет в описании, то есть Atom.io. И он подставляется как для Windows, так и для Mac. Поэтому все, что вам необходимо будет сделать, это нажать на Download. У вас здесь должно быть написано не Download for Mac, а Download for Windows. Вот, в принципе, нажимаем просто на эту кнопочку, после чего начинается скачивание. И дальше идет самая обыкновенная установка. То есть, как и все программки, точно так же самое и Atom будет устанавливаться. На сайте, в принципе, здесь прикольная анимация, но, пожалуй, тут поскольку все на английском, то мы особо здесь вникать ни о чем не будем. Но, по сути, добавлю уже сразу, пока еще оно скачивается и тому подобное, этот редактор, он имеет открытый код. Поэтому, если вы хотите сами что-либо для него написать, что-то собственное, какой-то новый плагин и так дальше, то с ним невероятно удобно работать, потому что, как я уже сказал, открытый код, и вы сможете разобраться, что в нем внутри, и тем самым прям изменить его в корне своим каким-либо плагином. Вот. Ну, по сути, он открывается, запускается, как самая обычная программка, как я уже говорил, да, то есть разархивируете его и устанавливаете как самую обычную программку. У меня Mac, и, в принципе, все, что мне потребовалось сделать, чтобы его установить, это его разархивировать. Все, после этого он уже у меня на компьютере. Я его могу полностью запустить. Но, поскольку он у меня и раньше был, то я эти два файлика удалю, а открою вот этот Atom. Сейчас он откроется, и я вам немножко про него расскажу. То есть, по сути, когда мы только его открываем, мы вообще ничего не видим, и даже, возможно, изначально не понимаем, что же в нем такого прекрасного, да, потому что все, что мы видим, это просто пустой экран и более ничего. Ну, возможно, некая анимация. Но, давайте изначально я зайду в Atom Preferences, то есть, в настройке Atom, ну, в нашей вот этой программке. Что же мы здесь можем поделать? Во-первых, он полностью подстраивается под вас. То есть, вы можете настроить абсолютно все. К примеру, вот если вот просто первая вкладка Settings, то здесь вы найдете Font Family, в которую вы сможете сами свою, ну, свой какой-то шрифт вписать. Вот, и потом, например, давайте я напишу comic, comic sans шрифт. Вот так, по-моему, он пишется. Так, 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 так. Вот. И, по сути, уже все поменялось, да? То есть, я когда только начал это все прописывать, мы увидели, что шрифт, по сути, поменялся, да? То есть, я вот тут начал писать comic, да? Ну, короче, он меняется тут же. Вот. То есть, вы можете прописать свой абсолютно любой шрифт, который только захотите, и он будет использоваться в редакторе, да? То есть, когда вы будете писать код, он будет свой шрифт иметь. Также вы можете размер шрифта поменять. Ну, тут, в принципе, не особо такое. Это во всех можно поменять шрифт, но все равно прикольно. Вот. Ну, по сути, тут гигантское количество различных есть настроек, которые вы можете сами посмотреть. Вот. Я их немного оставлю, пускай так все будет. И вернусь, посмотрю, давайте посмотрим такую вкладку, как темы, да? То есть, мы можем скачать абсолютно любую тему, которую только захотим. Ну, найти ее сначала потребуется, конечно же, а потом уже скачать. Здесь есть гигантское количество различных тем, которые мы можем скачать. Мы можем использовать стандартные. Например, мы можем использовать Atom Dark. Вот просто нажать Atom Dark. Вот такая вот темка будет, да? Ну, все какое-то такое более темное, может, стало. Atom Light. То есть, все будет светлым. Вот настолько аж светлым. One Dark, что достаточно прикольно, да? Это немножечко все по-другому будет. И One Light. Вот. Ну, по сути, вот тут четыре таких стандартных темы. Можно даже вот такое вот белое оставить, чтобы, возможно, даже было легче смотреть. Вот. Ну, или хотя бы давайте One Dark поставим все-таки. Так, я думаю, даже если ночью смотрите, то, я думаю, вам так будет проще смотреть. Вот. Теперь по поводу самого, пожалуй, интересного. Что же здесь такое есть? Здесь мы можем устанавливать свои собственные плагины. Ну, не свои, но, по крайней мере, скачивать и устанавливать чужие плагины. Например, если кто знает, то есть существует такое разрешение для многих редакторов, как Emmet. Вот я вот тут могу прописать и нажать Enter. После чего он попробует найти этот Emmet. И вот, к примеру, я его могу скачать. Я его уже раньше скачивал, но если вы не скачивали, то у вас будет вот такая вот Install, которую вы нажимаете. Вот. И скачивается какой-либо плагин, который вы потом сможете на него зайти, посмотреть любые настройки для этого плагина, удалить этот плагин или просто отключить его. Вот. И, в принципе, посмотреть, почитать информацию о нем. То есть тут буквально вся та же информация представлена, что если бы вы зашли на GitHub. Ну, по сути, может даже чуть более расширенная информация. То есть, если вы зайдете на GitHub, страничку Emmet, то там будет такая же информация. Вот. Вот. Вроде с этим разобрались, да? То есть, благодаря Install Packages вот этой вкладки вы можете устанавливать любые плагины, любые пакеты, которые в дальнейшем вам потребуются для работы, например. Теперь давайте именно попробуем создать какой-то новый файл. То есть мы берем файл, New File. Вот. Создаем какой-либо новый файл. Как видите, они здесь очень прикольно создаются в различных таб, в новых вкладках. Вот. И, по сути, возможно, на данный момент вы даже не особо осознаете, ну, в чем тут и большая его разница, но тут реально красивые шрифты. Это раз. Это плюс. Вы работаете постоянно со шрифтами, и это реальный плюс. Реально красивые цвета, и, конечно же, вы их можете плюс сами как угодно настроить. Например, давайте мы, поскольку у меня здесь есть Emmet, то я могу использовать именно его. Вот. Давайте мы, например, посмотрим, что из этого всего можно сделать. Упс. То есть надо изначально, конечно же, сохранить страничку. То есть давайте нажмем, что это будет у нас, index.html, например. Вот. И теперь давайте мы именно благодаря Emmet вот такую вот штучку создали, да. То есть здесь вы можете писать на абсолютно различных языках. HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, там, я не знаю, Java, C++ и так далее. Вот. По сути, здесь вы даже можете скачивать дополнительные компиляторы для новых языков. Если их будут разрабатывать, то вы сможете их и скачивать. Вот. Ну, в принципе, здесь особо рассказывать что да как особого смысла, мне кажется, даже и нет. Ну, по сути, это обычный редактор, но реально красивый и со своими плагинами. Единственное, что здесь можно еще рассказать, что вот вы, например, вот в этой вот вкладке можете создавать свои собственные папки. Например, new folder и написать название папки. Например, 3DW, да. Да, вернее, изначально давайте мы зайдем в файл и здесь нажмем add project folder, да, то есть какую-то папку, где мы работаем. Ну, в моем случае это будут загрузки, например, вот. И тогда именно в этой папке я могу уже создавать новый файл, да. То есть просто вот сюда new file пишем и, например, я его назову 3W. Вот тогда он здесь, упс, я хотел папку создать. Ну, да ладно, давайте все-таки попробуем папку создать 3W. Вот. Упс, она такая у нас уже существует, к сожалению. Ну, давайте мы назовем ее тогда test. Вот. Вот такая вот папка, я ее сюда добавил, к примеру. И теперь я в нее, вот прямо вот здесь, вот в редакторе, могу работать, как будто я работаю либо в проводнике, либо в проводнике. Вот. То есть это реально удобно. Мы находимся в редакторе, но при этом я могу иметь доступ к различным файлам. То есть, например, у меня здесь будет папка CSS, папка JavaScript, папка там, я не знаю, с какими-то cronjobs. То есть задачки, которые потом выполняются на PHP, например. Вот. И работать все вот в одном прямом месте, это реально очень-очень удобно. Вот. Дополнительные плагины скачиваешь и еще более удобно работаешь. Ну, в принципе, вот такой вот обзорчик на, конечно же, на этот редактор. Он, конечно, намного более функциональный, но, по сути, я думаю, и такого обзора хватит. Если он вам понравится, то в дальнейшем вы его просто скачаете и сами тут разберетесь в нем. Он реально интуитивный, понятный и никаких проблем у вас с ним не возникнет. Вот. Да и плюс места много не занимает. Вот такая вот штучка. Ну, хорошо. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok